Не приметить бабушку, уверенно сидящую на коне, сложно, особенно если ни одной живой души вокруг нет, не считая стадо коров и овец. Встреча с Розой Ивановой была неожиданностью как для нас, журналистов, направляющихся на съемки в Солюгемский нацпарк, так и для нее. Поэтому, увидев камеру, она, как и любая женщина, смутилась. Меня увлите знакомые, ой, как же, обеднили, скажут. А встретиться с глазу на глаз здесь и не с кем. В урочище Чаган-Бургазы всего три дома. Два из них – летние стоянки чабанов или пастухов. В третьем – почти всю свою сознательную жизнь живет бабушка Роза. Еще с мужем она разводила коров и овец, но когда его не стало, а старшие дети выросли и уехали, все хозяйство легло на плечи женщины и младшей дочери. Поэтому трудиться приходится с утра до заката солнца. Летом, когда внук-внутошки приезжает, вот тогда мне полно, понюху. Сотовой связи здесь практически нет. Электричество получают от солнечной батареи. Печь топится кизяком, а прежде чем заварить чай, воду нужно принести из речки. Но даже в таких условиях баба Роза продолжает радоваться жизни. На стоянке сверху воздух и привыкли. Хорошо здесь. До ближайшего села Кушагач больше 40 километров. Туда женщина ездит за продуктами и чаще за овощами, потому что на каменистых склонах ничего не растет. Добраться до райцентра помогают сотрудники нацпарка. А вот переезжать туда насовсем баба Роза не хочет. Мечта у нее другая. Прожить как можно дольше в родном доме. Анна Рашагирова, Дмитрий Денисов. День с толком.